Тему продолжим эту с Ильей Нисходовским, это экономический эксперт Илья Сергеевич. Рады вас видеть в эфире Freedom. Здравствуйте. Взаимно. Добрый день. Давайте начнем с того, что сейчас в силу 13 пакетов санкций утвержденных, а я напомню, 11-12 это как раз те пакеты санкций, которые помогают, вот все эти лазейки, по которым Российская Федерация пытается еще там каким-то образом находить и комплектующие для оборонки и другие какие-то механизмы, эти пакеты санкций, они перерезают очень много логистических, так сказать, путей. Насколько вы сейчас, Илья Сергеевич, оцениваете все эти 13 пакетов санкций в том, чтобы максимальный урон нанести именно путинской вертикали, именно экономики путинских олигархов, которые в том числе поддерживают войну против Украины? Ну, давайте я сначала немножко объясню относительно того, каким образом обходятся санкции. Почему? Потому что, чтобы не создавалось какого-то такого впечатления, что тут оставляют какую-то дыру, Россия через эту дыру заходит, начинает покупать подсанкционные товары или обходить в целом санкции, там реализуя свою продукцию, ее закрывают, а тут рядом еще 10, и, соответственно, Россия пытается использовать там 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нет, это происходит не так. Происходит закрытие прямых логистических связей России и с другими странами. То есть в случае, если продается непосредственно этой российской компанией товары военного назначения, то, соответственно, это происходит ответственность за нарушение санкций по отношению конкретно этой компании. Что делает Россия? Россия делает, не пользуется дырой, а, соответственно, создает много различных посредников. То есть, например, посредник там, условно говоря, в Казахстане. Этот посредник в Казахстане, он имеет сотрудничество там с компанией, которая находится в Турции. Турция имеет там компании, которая находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Этих Объединенных Арабских Эмиратов компании находятся в Америке. И через вот такую вот цепочку различных посредников они пытаются скрыть, кто действительно покупатель. То есть, когда продает компания свою продукцию, она считает, что она покупает, например, Объединенным Арабским Эмиратом. Но на самом деле, проходя вот такую долгую логистическую цепочку, этот товар потом все-таки попадает в Россию. Так вот, эти санкции, они, во-первых, увеличивают стоимость поставки всех этих комплектующих, усложняют комплектующих, возрастает риск поставки конкретных товаров на территорию России. И, соответственно, многие отказываются. Мы видим, как банки отказываются сотрудничать с представителями Российской Федерации, с россиянами в целом, или закрывают полностью все сотрудничество, или ограничивают к определенным компаниям. Усиливают финансовый мониторинг, то есть проверка уже начинает проходить не 2-3 дня, она начинает проходить несколько недель. Почему? Потому что начинают требовать не просто твоей конкретно информацию про твою компанию, когда была создана, кто является бенефициаром, кто основной покупатель, поставщик и так далее. Начинаются запросы больше и дальше. А вот ваш поставщик, с кем он сотрудничает? А вот ваш покупатель, кому он еще, у кого он еще покупает и так далее. То есть, другими словами, финансовый мониторинг, это не просто там задержали. Это требование все большего количества различной информации. Соответственно, это усложняет, идет отказы. Если вы не докажете, что весь, вся цепочка до конечного покупателя, который действительно использует эту продукцию, не связана с Россией, то, соответственно, вам эту цепочку перекроют. Также это касается и компаний в других странах. Поэтому вот эти последующие пакеты, они как раз и направлены на то, чтобы возможности вот этого создания цепочек было все меньше и меньше. И для России стоимость уже этих комплектующих, которые они покупали, покупали, становилось все больше и больше, дороже и дороже. Людей находить все сложнее. И компании, которые соглашаются с вами, сотрудничают, тоже гораздо сложнее. Поэтому это очень усиливает, скажем так, давление на Россию, увеличивает затраты России, сложности для России. Да, Россия во главе России мафия. Она привыкла жить в таких условиях. Они привыкли договариваться через третьи страны. Они привыкли иметь дело с террористическими организациями. Именно поэтому они первые сразу вышли на Иран и на Северную Корею. Они с Талибан, то же самое. То есть они договариваются именно непосредственно с различными мафиозными структурами во всем мире. Потому что КГБ активно всегда сотрудничествовало с этими организациями, скажем так, террористическими организациями. Поэтому тут важно все этот момент те санкции, которые вводятся. Это увеличивает возможности и, как правильно сказано в вашем сюжете, создает инструментарий контроля санкций. Когда каждая страна Евросоюза должна отслеживать имущество россиян. И, соответственно, не является ли это имущество попыткой обхода санкций. Поэтому в этом отношении я оцениваю позитивно общий путь, но прекрасно понимаю, что Россия будет пытаться и дальше находить какие-то возможности, создавать новые компании, более сложные. Вот сейчас они, например, уже подписали уход в криптовалюту, попытка расчета криптовалюты за те же самые террористические деятельности и так далее. Поэтому в этом отношении я думаю, что это еще путь не завершен, но он пройден достаточно в большом объеме и очень много работы было проведено и со стороны Евросоюза и особенно со стороны Соединенных Штатов Америки, которые имели соответствующие структуры, которые отслеживали такие цепочки, имеют возможность отслеживать эти цепочки и активно реагировать. И при этом санкции, которые они готовы вводить, они существенны. Это просто, например, тот же самый банк отключения от всех расчетов американским долларом. То есть это фактически полная изоляция конкретной компании, которая там на полусера, которая готова на этом заработать, но теперь она однозначно откажется, несмотря на то, какую прибыль приносит конкретная операция с россиянами. Леонид Сергеевич, еще просматривая одно из последних интервью Путина Дмитрию Киселеву, возникал вопрос, почему так много времени уделялось теме санкций? Киселев несколько раз спросил Путина и Путин несколько раз всячески, грубо говоря, под разным соусом объяснял, что санкции России нипочем. Складывалось ощущение, что Путин оправдывался перед россиянами. Мол, с одной стороны, цены на продукты, на бензин, на жизнь в целом растет, доступность тех или иных продуктов, вещей, она все меньше и меньше, но Путин говорит обратное, что все хорошо, вы не переживайте, вам все это кажется. А как на самом деле сейчас, если можно говорить, вот за последнее время, санкционная политика, да и в целом любые ограничения против российской федерации, если я не ошибаюсь, больше 15 тысяч ограничений уже внедрено против России. Насколько это больно и для самих россиян? Я напомню, именно по причине Путина, именно по причине полномасштабного вторжения России в Украину эти санкции внедряются. Ну, а это интервью направлено на две аудитории. Сначала внешнюю аудиторию, это постоянная попытка убедить Запад. Ну, вот зачем вы их вводите? Это ваши расходы, вы там ухудшаетесь по логистику, вы платите там за что-то дороже, что раньше поставляла Россия. У нас есть рынок, где вы могли бы продавать, вы могли бы зарабатывать. И поэтому санкции не работают, не надо их вводить. То есть одна из аудиторий, это именно аудитория, ну, западная. Попытка доказать западным странам, что не надо вводить эти санкции, потому что они не работают. Ну, все прекрасно видно, статистика видна, поэтому, соответственно, Запад на такие, извините, смешные тезисы, которые звучат от Путина, они абсолютно на них не реагируют, они видят результат этих санкций. Это просто пропаганда, которая звучит от его уст. А теперь относительно внутренней аудитории, выборы. И вот перед выборами очень важно убеждать население относительно того, что у нас стабильность, у нас все нормально, у нас действительно идет импортное замещение, мы начинаем производить свою продукцию тут в середине страны, у нас там рост ВВП, мы стабильны, сильны и так далее. То есть, другими словами, это вот такое навеивание определенной стабильности. Действительно, когда россиянин идет в магазин, автомобили остались в основном только китайские или то, что называется российскими, но по факту это китайские автомобили, потому что там все комплектующие в основном китайского производства, и они из них собирают какой-то автомобиль с огромными различными, скажем так, недоработками, отсутствие тех компонентов, которые уже стали привычными для всего мира. Это первый момент. Относительно других продуктов тоже перешли в основном на китайские различные продукты. Бытовая техника, это бытовая химия, еда даже определенная, она тоже в основном начинает поставляться с Китая. Но это ухудшает качество жизни, ты покупаешь худший товар за большую цену. То есть, есть два возможности. Вот мы часто говорим о инфляции, как определенный товар, определенного качества, который стоил, условно говоря, там 100 долларов, стал стоить 110 долларов. А есть еще другая инфляция, когда за те же 100 долларов раньше ты покупал, например, товар высокого качества, а теперь ты покупаешь, да, товар тот же самый, например, тот же самый чайник какой-то, но теперь ты покупаешь его гораздо худшего качества. То есть, это то же самое. Вот россияне непосредственно, те, которые ходили в магазин, они видели следующий такой прием, когда яйца продавались десятками, потом они стали 8 яиц, 6 яиц и даже были случаи, когда был лоток всего лишь на 3 яйца. То есть, о чем это говорить? Это тоже определенный тип инфляции, когда ты за те же деньги, которые ты покупал, покупаешь гораздо хуже низкого качества продукции. Вот это ощущают россияне. У вас отсутствует конкуренция, у вас отсутствуют поставки товаров из других стран, за исключением некоторых. А, соответственно, качество жизни, несмотря на то, что вы покупаете то же самое, может быть, то же самое количество, оно у вас существенно ухудшается. И вы в процессе этом, если мы опять же перейдем к автомобилям, вынуждете тратить гораздо больше денег на то, чтобы поддерживать работоспособность этого автомобиля, ремонтировать те детали, которые ломаются гораздо чаще, иметь определенный риск попасть в аварию и так далее. То есть, вот именно так работают санкции. Поэтому его убеждение россиян, что вы же стали жить гораздо лучше или не хуже, оно не соответствует действительности. И вот еще интересный момент. Производители бытовой техники и электроники LG, Bosch и Sony решили закрыть свои последние магазины в России. Как сообщает коммерсант, причина в отсутствии поставок товара у россиян есть время до лета. Чтобы раскупить остатки, некоторые магазины еще будут работать, как пишут российские СМИ. На их месте откроются точки продаж поставщиков из Турции и Китая. И тут, как говорится, есть нюансы. Вот я думаю, вы тоже на днях видели историю, она касается одежды. Ритейлеры резервицы групп и мохито имитировал выход из Российской Федерации. Из-за чего? Из-за сообщения того, что когда уже присмотрелись к этому ритейлеру LPP, что он увеличил свой доход на 40,5%, и когда туда отправили людей, которые посмотрели в этих магазинах, которые якобы через турецкие компании продавали эти вещи, и, конечно же, удивились тому эксперты, что это идентичная одежда этой компании, этих брендов. Не может ли тоже здесь такая история произойти, что будут турецкие или китайские бренды, но на самом деле продавать продукцию этих знаменитых брендов или компании, уважающие себя, на это не пойдут, но и учитывая то, что все-таки вторичные санкции, ответственность за них начинает уже работать. Давайте определенный момент относительно того, что это не самые главные санкции. Вы должны понять, что если поставляется продукция, рассеяние за нее переплачивает и платит для того, чтобы покупать из других стран, из страны уходит валютная выручка. А если уходит валютная выручка, значит меньше валютной выручки для того, чтобы купить продукцию двойного назначения, военного назначения. Поэтому в этом отношении это хорошо, что их ограничат, они должны это, скажем так, ощутить. Но в целом для экономики этот уход, он не является таким критическим относительно того, что там существенно ухудшит. Но тут есть один такой очень важный момент, который я как раз поднимал. Вы понимаете, если вы поставляете не под этим брендом, просто продукцию, вы задаете себе вопрос, а зачем мне делать такое же качество, потому что бренд — это не только просто название, это качество. Они дорожат своей репутацией. Они хотят выпускать вещи, которые в любом мире скажут, о, это соответствующая марка. Это означает, что она будет работать долго, она будет работать качественно, она не будет ломаться. И я получу качественно от нее, соответственно, результаты ее работы, если мы говорим про бытовую технику. Так вот, в этом случае возникает вопрос, а зачем мне делать такого же качества? Почему бы не использовать хуже пластик? Почему не использовать хуже комплектующий? Не покупать, потому что есть ограничения тех же самых комплектующих, например, из Европы. А покупать в Китае самые дешевые, какие только возможно, чтобы ставить в эти детали и ставить в эти продукцию. И поэтому это происходит следующее. Да, они внешне похожи, потому что используются в основном те же самые, потому что производственные мощности европейских компаний очень часто расположены и в Китае, и в Турции, потому что там такая политика, которая делает выгодным размещать там заводы. Но при этом вы выпускаете продукцию уже для российского рынка, которая к качествам очень низкая. Да, она похожа. Да, может даже какая-то бирка там стоять, которая тебя будет обманывать, и ты будешь думать, что это продукция там соответствующего бренда. Но покупает эту продукцию, ты будешь знать вместо того, чтобы проработала 10 лет, она проработает 5 лет. Ты потом поймешь, что комплектующих тех, которые тебе нужны, их просто-напросто нет. Отремонтировать уже гораздо сложнее. Она может поплавиться. То есть вопросы экологии, безопасности, они убираются. А зачем? Зачем, если эта продукция не контролируется конкретно и брендом? То есть мне поставить какой-то чайник, ну сгорит так сгорит, не имеет значения. Все равно, ну скажем, это не наша продукция, это не наш бренд. А прибыль растет. Поэтому в этом отношении я считаю, что даже если они где-то будут поставлять товары худшего качества за высшую цену, то это выгодно. Это хорошо. Мы делаем Россию беднее. У них все меньше валютной выручки для того, чтобы направлять их на другие цели. Поэтому тут хорошо, что выходят. Если там идет какая-то поставка, вот именно так, это тоже хорошо, низкого качества. Но гораздо хуже тогда, когда вы продолжаете работать в том же самом формате и поставляете свою высококачественную продукцию за низкую цену или за ту цену, которая и раньше. Вот тут, конечно, по отношению к этим компаниям большие вопросы. То есть вы фактически помогаете, потому что вы начинаете платить там и налоги и остальное. Обеспечиваете качественную продукцию. Для чего? Для чего поддерживать агрессора? Агрессора для чего поддерживать эту войну? И тут буквально коротко, Илья Сергеевич, потому что вот вы уже упоминали о машинах. И тут россиянам стали массово приходить требования доплатить 300 тысяч, 840 тысяч рублей утилизационного сбора за машины, везенные по параллельному импорту. Ну и проблема коснулась около 5-7 тысяч автовладельцев. Это те, которые покупали и заказывали их у частных посредников, скажем так, и их завозили. Теперь их пытаются опять обратно, так сказать, сбросить в те же страны, откуда завозились. О чем эта история? Ну, эта история имеет две составляющие. Первая составляющая – это наполнение российского бюджета. То есть они постоянно после выборов, вы увидите этих налоговых псов, которые будут искать, с кого бы еще стянуть. Ну, извините, налоги там на сбор каких-то дров, там, я не знаю, веток, налоги на огороды, налоги на это. То есть они будут искать, где еще бы стянуть денег в бюджет. Вас будут грабить. Вас будут грабить по полной. Даже если вы попытаетесь где-то обойти и попытаетесь вот, самостоятельно нашли автомобиль, купили у частных посредников, считаете, что вы сэкономили – нет. Вас все равно ограбят. И мало того, что вам выставляют этот счет, вам еще выставляют штрафные санкции. Вы должны это понимать, что у России она относится к своим гражданам, извините меня, как потребитель, как тот, кто должен, соответственно, наполнять их бюджет, не более того. И, соответственно, тут это грабеж со стороны российского бюджета обычных россиян. Это первый момент. А второй момент – это относительно уже самих, скажем так, россиян, которые пытаются вот найти вот эти все лазейки. Ну, вы поймите, что эти все лазейки, они будут России постоянно закрываться. Как бы вы ни прикладывали усилия для того, чтобы купить дешевле, вы дешевле не купите. Вас все равно будут пытаться приучить. Мало того, что вы переплачиваете там два раза больше по сравнению с тем, как платит Китай за китайский автомобиль, вас потом будут еще заставлять доплачивать, если российское государство решит, что что-то вы слишком мало нам заплатили. Поэтому думайте. Илья Сергеевич, вам огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Экономический эксперт Илья Анис Кадовский был с нами на прямой связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова